Синий костюм водяного охлаждения. Вдоль тела, подобно кровеносным сосудам, тонкие трубки, по которым циркулирует вода. Геннадий Глазов готовится к испытанию новой системы климат-контроля космического скафандра. Впереди имитация выхода в открытый космос. Эта система, она совсем, так сказать, новая. Ни на одном скафандре в мире такой нет, не было до этого и у нас. Она предназначена для автоматического поддержания теплового состояния человека во время выхода. Ну что, залезаем? Все, лежит, все пишется. Так. Ну что, можно дверь закрыть. Он испытывал буквально все известные сегодня соколы и орланы. Все системы жизнеобеспечения этих космических доспехов разрабатываются в научно-производственном предприятии «Звезда». Сегодня здесь тестируют автоматическую систему терморегулирования для новой модели скафандра «Орлан МКС». Сам костюм водяного охлаждения, когда человек за какой-то скафандр, подстыковывается вот к этим разъемам. В ранце находятся насосы, это теплообменник, который охлаждает и воду, и вентилирующий газ. И вот поступает эта вода в костюм КВО. Давай просто так попробуем. Вот тут на тебя двигать педали. Задача испытателя, казалось бы, простая – крутить педали. Так высчитывают степень теплоотдачи от физической нагрузки. В скафандре, где выхода теплу нет, можно и перегреться. Космонавты, которые выходят, особенно выходят первый раз, они тут тренируются у нас, но хорошо этого они не помнят. И поэтому у них бывают сильные просчеты. Они могут переохлаждаться, перегреваться. Впрочем, некоторые любят и похолоднее. Фёдор Юрчихин пять раз работал с внешней стороны станции. Однажды на земле даже испугались. Температура тела внутри скафандра упала до критической. Я, например, любил захолаживаться, чтобы не было прохладно. И очень часто врачи иногда говорили, у тебя сильно маленькая температура, чуть-чуть подогрейся. Есть ребята, которым наоборот, комфортно, когда тепло внутри. То есть система позволяет работать по-разному. Ручка вот эта. Сегодня на орбите космонавты регулируют температуру вручную. По помощи вот этого крана. Он контролирует подачу воды в трубках. Либо отводит тепло, либо подогревает. Слушай, а вот переход наручную у тебя. Это тумблер. Тумблер. Это пульт старый. Тут ниже, я понимаю. Да, на новом будет тумблер. Работать в открытом космосе непросто. Ноги почти не двигаются. Замерзают. Зато руки устают и потеют. В новом скафандре космонавтам не надо отвлекаться на тумблер. Тепло-холод. Ноги. Комфорт у меня. То есть вентиляция настолько хорошо снимает. Только тепло в руках. Вот где эта вентиляция. То есть перчатки, кисти и пальцы. Длительность эксперимента, как и выход в открытый космос. Почти пять часов. Новая автоматическая система отработала достойно. Мы выполняли легкую работу. Тяжелую, среднюю. Переходом с тяжелым на среднюю. У меня даже ни разу не появилось испарение на лице. А это уже говорит о том, что система очень правильно регулирует. Новый Орлан назвали МКС. Модернизированный, компьютеризированный, синтетический. Кроме автоматической системы климат-контроля в нем новая оболочка. Система шарниров, которая позволит космонавту расширить амплитуду рук и даже приседать. Через два года Орлан МКС на орбите испытают уже космонавты.